Мост в Адском районе пал жертвой большегрузов, висущих щебень и песок для строительства трассы М-12. Мы уже не раз рассказывали, до какого состояния доводят районные дороги многотонные грузовики. Теоретически, для подвоза материала должны строиться технические дороги, но фактически их не строят и пользуются дорогами общего пользования. В результате мост через деревню Вадок настолько разрушен, что его пришлось частично перекрывать. Вот, пожалуйста, плита провалилась. Это вот там тот разлом, где самый большой, где видно этот провал, что плиты. И сама плита уже лопнутая, и эти-то все вон тоже трещины пошли. Вон там я вижу трещины обвалы. Опасаемся, что мы останемся без выезда свада в эту сторону, то есть в сторону Нижнего Новгорода. В сторону перевоза также нам придется ездить какими-то окольными путями. Все началось с того, что начали строить неподалеку М-12 и стали ездить большегрузы свыше 30 тонн, которые и разбили нам не только дороги, но и мост. Сейчас их здесь не пускают, они едут через плотину. Плотина тоже будет скоро в аварийном состоянии, а мост нам никто не хочет чинить. Перекрыли нам блоками, сделали, чтобы только легковые ездили, но большегрузы все равно бывает, проскакивают здесь каким-то образом. Здесь полностью все разбито. Перекрыли уже очень давно этот участок, то есть еще до того, как блоки поставили с той стороны, вот добили, когда та плоса была открыта. Это буквально произошло недели две-три назад, не больше. Нам надо его полностью весь переделывать. Не вот просто дорожное покрытие там менять, а уже весь мост делать. Да даже вот так мост упадет, плотина тоже будет в аварийном состоянии. Как добраться до магазинов? Как добраться скорой для пациентов? Как состояние? Ездить невозможно. Все дороги разбились с этой дорогой, с китайской. А мы почему должны ездить, разбивать машины? Ну, рискуем. Если поедешь сейчас с кем-нибудь, то провалишься. Если большие машины какие-то поедут. Вот тут без колес можно остаться. По уму надо было сделать им свою дорогу где-то. У нас есть здесь недалеко деревня Троицкая. Вот там есть тоже, раньше был какой-то технический мост через речку, и они могли спокойно по нему ездить. Но никто не счел нужным это сделать, и получается, что мы теперь страдаем. Мы недавно инициировали совещание. Проводили здесь совещание с приглашением Министерства транспорта. М-12, москвичи, которые строят у нас дорогу М-12, работник Моспроект 3, присутствовали здесь наши карьеры, которые добывают щебень и пользуются этим мостом. И приняли решение строить временную дорогу через реку Водок в районе Санатория Бобыльский. Она раньше была и времена там была. И грузовые машины, не изъезжая в райцентр, пользовались бы этой дорогой. Сейчас этот вопрос открытый, и в этом направлении мы работаем. Кроме того, по этому мосту сейчас определяют сметные расходы и тоже готовы ремонтировать те, кому положено. Это не муниципальный мост, и мы не имеем права тратить на это средства. Поэтому договоренность такая, что в июле приступить к ремонту этого моста. Таким образом, восстанавливать полуразрушенный подрядчиками мост будет Главное управление автодорог Нижегородской области. Будут ли затраты бюджета компенсированы подрядчикам? Компании Мостпроект 3, зарабатывающей на строительстве трассы М-12, неизвестно. Запрос мы туда отправили, но ответа не получили. Напомню, что с компанией Мостпроект 3 уже связан ряд скандалов в Нижегородской области. Эта московская компания нанимала нижегородских субподрядчиков, и, как заявляли нижегородские предприниматели, им не платили. Представители нескольких фирм, которым, по словам руководителей, были не выплачены десятки миллионов рублей, в знак протеста год назад перекрывали дороги, ведущие к самой строящейся трассе М-12, к вкладу сыпучих материалов и к штабу генерального подрядчика. Представители Мостпроекта 3 нам тогда никаких комментариев относительно ситуации не предоставляли, лишь угрожали судами за то, что мы освещаем эту ситуацию. На данный момент, как рассказали нам представители нижегородских фирм, полностью деньги им так и не выплачены. Они продолжают судиться с Мостпроектом 3. Мостпроектом 3.